Ролик такой, слишком искренне верует. Вы смотрели? Вот мне хочется, чтобы вы прокомментировали этот ролик. А какой именно? А там один православный христианин, ну, такое это самое, вроде... Никита Сергеевич Михайлович, да? Вот я забыла, как его зовут. И на него подали в суд, что он там обличает, святых отцов читает. А, нет, это другой, другой. Ну, у меня нет полного материала. Я не могу сейчас сказать, что он именно там был. Кто-то вышлите мне, материалы... Он читает святых отцов, ага. Я не знаю, кто их выставил. Он читает святых отцов, и они очень обличают евреев. Ну, может быть и так. Мне нужны материалы эти, я их не считал, не могу ответить. Мне надо увидеть их, тогда я по ним буду отвечать. Хорошо. А святых отцов я начитывал на нашем сайте, там где-то примерно 50 томов я насчитал. В 80-е годы еще. И поэтому мне легко отвечать. Но я должен тут конкретно узнать, что там было. Ну, он на святых отцов ссылается, и они очень сильно обличают евреев, обзывают вот... Я согласен, но только... Понимаете, что дело-то серьезное. Я должен отмечать конкретно по каждому святому отцу. Как это выглядит? Местами писания определить. Это тема большая. Спаси Христос. Да, пожалуйста. Так, если вопросов нет, я отхожу. Так, давай, Сергей Цыганов. Есть вопрос. Давай. Слушай, Сергей. А вот Михалков, он вот этот ролик, который он выставил про Навального, а в конце он берет рюмку водки и там огурцом закусывает, а сзади него иконы. А мы же знаем, что пьяница, старца небесная, не наследует. Как можно вот это объяснить, то, что у него сзади как бы иконостас? Это для чего? Это просто картинка, фейк или что это? А вы видели, чем пахнет рюмка? Нет. Ну нет, отчетовать заключение, что там у него спирт или водка. Я так и думал, люди будут клевать. Он же режиссер. Он артист отдельно. Он все и делает, показать, что у нас все заканчивается. Любой разговор выпивкой, а у него ничего и нет там. Вопросов вообще не о чем ставить. Да, я его очень хорошо знаю. Хороший ролик. Хороший, много материала набрал он. И он показал, что многое там, что они говорят, не так. Особенно жена его, Юля. Так, вопросов если нет, я отхожу. Я все еще корректирую проповеди. Все данные проповеди должны пройти через меня. И я каждый день сижу здесь 14-16 часов. Не отвожу глаз от экрана. Вот сейчас я был в Грузии. И там проповедь. Переводили переводчики. Я сейчас ее как раз этим занимаюсь. И потом я, может быть, вам вышлю. Ко мне на дом привезли одного человека, хорошего. Они там знакомые были. У них обратился человек, он гидом по разным музеям работал. Его звать Наум Борщуков. Наум Израильевич. И он у меня не больше трех часов побыл. От них отвернулся. Стал православным и стал батюшкой. Он у нас здесь бывает. Вот я как только закончу это, я этот ролик постараюсь выставить здесь. Чтобы вы порадовались. Какие есть у нас люди, с какими талантами. Так, с Богом. Отхожу. Так, с Богом.